всем привет дорогие друзья вы на канале galaxy watch канал только smartsack компания samsung сегодня хочу вас познакомить с приложением вот она это приложение сам сейчас я вам его изображу минуточку вот она что значит приложение это делает это новое приложение исправляет наиболее запрашиваемую функцию для galaxy watch 4 с чем это связано вы знаете что по умолчанию допустим здесь если вы нажимаете по умолчанию на кнопку power она включает меню либо выключение либо экстренный вызов до либо чувствительности но у меня экстренный вызов почему потому что у меня версия с lte если у вас не lte версии у вас вот этого вот меню не будет а будет только выключение и чувствительности если же вы нажимаете нижнюю кнопочку долгое нажатие то это вызывает samsung pay либо bixby если у вас samsung pay не доступен то вот это вот новенькая приложение цель который сделал на один умелец на xda ссылочка на его тему будет в описании видео его нужно установить и настроить когда вы его установите и настроить и вы сможете переназначить как эту кнопочку так и эту только не на любое конечно приложение но на три приложения доступных в меню данного приложения возможно он будет его в дальнейшем обновлять как и сейчас этом принципе обновление уже я показывал на него когда он исправлял только вот эту нижнюю кнопочку сейчас он обновил и вот эти две две кнопочки можно изменить по долгому нажатию на них и и установить три приложения это google play потом дальше у нас есть алекса либо google ассистент вот этих вот три приложения можно воткнуть по долгому нажатию либо на эту либо на эту кнопочку ну а теперь давайте перейдем о том как его установить и как настроить так значит дорогие друзья во первых наш с вами смартфон и также часы должны быть в одной вай фай сети по ссылочке в описании видео скачайте вот это вот приложение c вот она это приложение c вы его скачаете что нам нужно сначала сделать сначала скачивайте конечно же приложением она у вас должно находиться которое нужно установить на часы находиться у вас должно быть в папке загрузка вот в этой вот папочки долган да пожалуйста у меня но здесь я это приложение скачал с telegram соответственно в папке долг создается отдельная папка telegram вам нужно если у вас также зайти туда выгрузить это приложение c в долган в папочку вот и заменить у меня в данном случае просто замена почему потому что у меня она уже есть вот там все заменили все теперь она здесь дальше нам с вами нужно перейти к часикам нашим к нашим часиком зайти в настройки в настройках идем с вами в самый низ нажимаем у galaxy дальше нам нужно по и вплоть здесь вот версия по как вы видите я у меня сейчас две строки у вас так не будет у вас будет вот одна строка это одна строка вы нажимаете берете несколько раз пока не появится все включено режим разработчика и вторая строка об этом говорит вышли в основное меню поднимаемся вверх и вот здесь у нас параметр разработчика нажали параметр разработчика и вам нужно будет включить две настройки отладка db вот это вот опс вы врубаете и дальше отладка по вай фай вы тоже включаете у вас здесь должен сейчас показаться айпишник если он не покажется вышли и зашли обратно посмотрели вот у меня уже он появился если у вас не появится тогда выходите в основное меню идите в настройки подключения дальше в подключении вам нужен вай фай и вам нужно его включить и подсоединиться к той сети который подключен ваш смартфон это можно сделать еще проще раздачу включить здесь со смартфона точку доступа врубить пожалуйста да вот этот значок вот допустим на samsung . доступа вы включите подсоединить часы к ним вот вам и будет одинаковая сеть вай фай все когда вы это все сделали подключили у вас появился здесь айпишник параметрах разработчика да вот здесь все вот видите в этот айпишник в моем случае да это 192.168.0.10 вот эти пятерочки они нам уже в принципе с вами не нужны я вам сейчас поближе покажу вот пятерочки там как вы видите они нам не нужны все теперь нам нужен уже наш смартфончик запускаем приложение который вы установили заходим вот три полосочки настройки соединен включаем вот эту вот функцию и здесь вводим вот этот вот айпишник который у нас есть когда вы увели нажали ok вышли и перешли вот в папку долл анг все теперь нажимаем вот эти вот вилочки в верхнем углу видно вам должно быть да вот эти вот вилочки коп нажали смотрите здесь connect его нужно нажать об окей и здесь connect все вы соединились с часами и теперь просто нажимаете вот здесь ok с ждем когда пройдет установочка после того когда установка пройдет сейчас это будет видно вам нужно обязательно отключить отладку по вай фай и а дебе иначе будет жрать батареечку вашу просто невероятно быстро ожидаем установка недолго есть все есть готова установилась теперь мы с вами отключаем откладочку по вай фай и а дебе тоже отключаем хоп ой не то нажал вот она и отключили да все и уходим отсюда идем самый низ самый низ идем и смотрим где наша программу линга вот она наша с вами программу линга теперь в принципе здесь тоже вилочку отключили теперь нам смартфончик то и не нужен более а нужна нам с вами наша программ очка об все нажимаем на нее вот видите тумблерок нам его нужно включить включили и он нас перенаправляет специальные возможности идем самый низ вот она установленные службы вот она наша программу линга нажимаем на нее и включаем здесь галочку и вот эту галочку все теперь настроечки переходим сразу же и видите плюсик нажимаем плюсик нажимаем плюсик сказал и вот здесь поехали флажочек вот это нажали он нам показывает samsung pay ну службы которые установлены если у вас samsung pay нет а есть биксбе то нажимаете биксбе в моем случае нажимаю первое samsung pay это нижняя кнопочка долгий тап и нажимаю еще один раз здесь галочку нижнюю и выбираю google pay вот пожалуйста нажал готова я с вами переназначил нижнюю кнопочку теперь мы если с вами вот так нажмем на нижнюю кнопочку то у меня всплывается google pay который у меня уже настроен все как вы видели google pay еще раз демонстрирую google pay иногда бывает в начале окошечко samsung pay всплывает но это ерунда все равно в итоге у нас всплывает google pay как вы видите все теперь еще следующая настройка переназначение верхней клавиши в моем случае у меня просто нет а не алексы сейчас не установлена не google ассистент поэтому я вам покажу просто на примере опять того же google pay нажали вот опять плюсик появилась внизу еще одно менюшечка нажали на флажок выбираем power меню это при долгом нажатии у нас power меню всплывает и еще один флажочек ниже нажимаем и выбираем допустим вот и опять google pay нажимая все и теперь если мы с вами долгое нажатие у нас также будет всплывать google pay пожалуйста все здесь просто нужно дать задать включить nfc он показывает и все вы скажете а как мне потом часы отключать ну часы можно в принципе отключать и не прибегая к этому к долгому тапу ключ можно отключить разными способами для этого можно просто что ручку и вот она кнопка выключения нажали и выключаете либо если вам нужна перезагрузка galaxy watch 4 тогда просто нажимаете две кнопочки и держите до появления reboot надписи такой все когда эта надпись появилась переключаете и готово вот такая вот дорогие друзья инструкция у нас вам дорогие друзья напоминаю что были на канале galaxy watch подписывайтесь на канал делитесь видео со своим друзьям в социальных сетях ставьте лайки пишите комментарии естественно только в том случае если мои видео были для вас полезны до свидания всего доброго и до новых встреч